Всем большой привет! Сегодня я говорю о мягких контактных линзах, а именно отвечаю на ваши вопросы, которых приходит на самом деле очень много и на которые я, к сожалению, не могу вам в личном сообщении ответить более подробно. И сегодня я озвучу многие ваши вопросы, дам на них подробные ответы и надеюсь, что видео окажется для вас полезным. Итак, готовы? Тогда поехали! Итак, первый вопрос, который часто мне задают, это Я хочу начать носить линзы, но, к сожалению, не знаю, что нужно для этого сделать в первую очередь. Как правильно выбрать линзы именно на свои глаза? На самом деле, для того, чтобы начать носить линзы и вообще, чтобы купить линзы, вам нужно знать, ну, грубо говоря, размеры вашего глаза. И линза подбирается именно на ваши глаза. Для того, чтобы знать размеры вашего глаза, вам нужно обратиться к врачу-офтальмологу, который измерит ваши глаза, некоторые параметры, которые необходимы для того, чтобы подобрать линзы. Ну и потом, это вы получите универсальный рецепт, по которому вы сможете покупать линзы того срока ношения, который вам подходит. А те, кто не проверялся раньше у врача-офтальмолога и вообще не знает, что это такое, на самом деле, ничего не бойтесь. Эта процедура занимает где-то 5-7 минут и совершенно безболезненно. Где находятся врачи-офтальмологи? Врачи-офтальмологи находятся либо в поликлинике, либо в платных клиниках, либо в самих магазинах, где продаются контактные линзы и очки. Поэтому вы приходите, вы можете прийти в магазин контактных линз, там, где сидит врач-офтальмолог, и записаться на прием или сразу пройти. В общем, как у них это все принято. Так что не бойтесь, идите и не стесняйтесь. Дальше. Где купить хорошие линзы? На самом деле я не могу вам сказать, где их купить, потому как линзы это такой товар, как лекарство. То есть на их качество абсолютно не влияет рейтинг магазина. Рейтинг магазина, интернет-магазина, в частности, зависит именно от его обслуживания, от его доставки и так далее. То есть если вы уже сами, на самом деле, подбираете себе магазин по этим параметрам, что вас устраивает доставка цены, там, система скидок и так далее, вот, а линзы во всех магазинах одинаковые. Поверьте мне, я заказываю в разных интернет-магазинах, и везде линзы одинаковые, их качество зависит только от производителя. Ну, вы сами понимаете. Следующее. Какой раствор лучше подобрать? Я это говорила в прошлых видео, и на самом деле это личный вопрос каждого, какой раствор подобрать и какой ему использовать. Потому что разные растворы ведут себя по-разному на любых глазках. Мне подходит дешевый раствор, некоторым подходит дорогой раствор. В общем, сами экспериментируйте. На самом деле, если вы до этого не пользовались никаким раствором, я советую вам покупать маленькие флакончики. И в первую очередь не покупать пока дорогие растворы, возможно, ну, чтобы вам не потратить лишние деньги. Далее. Как правильно ухаживать за линзами длительного ношения? На самом деле, инструкция по ухаживанию за такими линзами содержится в упаковке от раствора. И там четко написано, сколько по времени держать в растворе, как их промывать, эти линзы. На самом деле, все очень просто. Линзы длительного ношения – это те, которые вы долго носите. То есть, они бывают месяц ношения, три месяца, полгода. Как за ними правильно ухаживать? Конечно, когда вы носите линзу долгое время, на ней уже собираются белковые отложения. Поэтому их нужно вычищать. Я это делаю так. Я беру вот такой футляр для линз, где у меня хранятся мягкие контактные линзы длительного ношения. Мои месяц. Помещаю их сюда, правую в правую, часть левую в левую. А дальше я 15 минут их потрясываю, чтобы большинство белковых отложений отсоединились от линзы. Дальше я беру, открываю, достаю каждую линзу, по одной линзе я достаю каждую. Я беру, протираю ее в пальчиках, в самом растворе. Но очень будьте аккуратны, чтобы ее не разорвать. И потом чистую линзу опять помещаю, опять в этот раствор, в этот футляр, опять потрясываю. Опять достаю и так несколько раз я ее вычищаю. А потом уже закрываю, помещаю линзу туда, наливаю раствор заново и закрываю. И в общем, они у меня на ночь в принципе и остаются. На самом деле раствора я не жалею для этой процедуры. Чем больше, тем лучше. Это все промывается очень хорошо. Ни в коем случае не промывайте линзы проточной водой, даже если вы после этого будете промывать их раствором. Я вам не советую это делать, потому что в проточной воде, в воде из-под крана тоже содержатся разные микробы. К сожалению, они могут даже и не вымываться. И еще что забыла сказать. Значит, когда вы промываете линзы, как узнать, что ваша линза очистилась от белковых отложений? Когда на линзе всякие микроорганизмы и белковые отложения, это очень хорошо видно на свету. То есть вы линзу подносите на цвет и смотрите. На ней, на грязной линзе, такое ощущение, как будто песочек, такие крапинки всякие. А когда вы уже линзу очищаете, то на свет она совершенно прозрачная, без всяких крупинок, песчинок и так далее. Вот это значит, что ваша линза очистилась. И можете спокойно ее класть в футляр или одевать. В общем, делайте с ней все, что хотите. Дальше. Никогда не оставляйте линзы вообще длительного ношения. Любые, которые вы собираетесь одеть, очень долго на открытом воздухе. Они хранятся только в растворе. Потому как без раствора они просто высыхают. Такую линзу отмачивать повторно, но нежелательно. Нежелательно ее потом одевать на глаз. Все-таки она вот свою форму уже меняет. Дальше. Следующий вопрос. Чем опасны линзы? Вопрос тоже очень часто задается. И на него очень сложно ответить тем, что если смотреть на все нюансы линзы, конечно же, я отвечу, что нет, они не опасны вообще ни капельки. А с другой стороны, если посмотреть на их способы ношения и так далее, на специфику их ношения, то, конечно, я скажу, что они опасны только в том случае, если вы их неправильно используете. То есть, например, если вы не сходили к врачу-офтальмологу, не измерили свои размеры глазика и не знаете, какие линзы выбрать, и выбираете их как вам душе угодно. Да, вот захотела вот эти линзы с базовой кривизной 8,7 одеть, хотя у вас по природе 8,4. На самом деле так делать нельзя, это портит зрение. Вот, поэтому этим и опасно носить линзы. Дальше, если вы неправильно их промываете, то есть грязно одеваете, это тоже опасно для глазиков, можно заболеть, можно подцепить какую-то там инфекцию глазную. Дальше, если вы неправильно их носите с точки зрения, например, находитесь в очень душном помещении, не используете при этом какие-то увлажняющие капельки, это тоже снижает, конечно, ваше зрение. Дальше, если вы их носите постоянно, не снимая, например, вот однодневные, но вы носите их 2 дня, не снимая, это тоже влияет на глазки. Если вы носите линзы 1 месяц, которые рассчитаны, носите их 2 месяца, 3 месяца, это тоже влияет на глазки. Все-таки нужно придерживаться тех параметров, которые написаны, той инструкции, которая написана на линзах, то есть если они 1 месяца ношения, то лучше 1 месяц их и носить. Конечно, если вы чувствуете, даже не то, что чувствуете, если вы не помнили, когда вы одели линзу, 1 месяц проносили, сняли, и потом только поняли, что вы неделю переносили эту линзу, в этом ничего страшного нет, если нет никакого дискомфорта, то есть если вам ничего не мешает. Вот эти могут быть опасные линзы, но на самом деле, если их правильно носить и правильно использовать инструкцию по носке, вообще никаких проблем нет. Я их ношу очень часто, очень долго, и в принципе никаких проблем они мне не доставляют. На самом деле, про мифы и реальность в ношении контактных линз вы можете посмотреть в том видео, ссылку на котором вы видите сейчас. Там я рассказываю более подробно, чем они опасны и чем не опасны, поэтому ознакомьтесь тоже с этим видео, думаю, что оно будет для вас полезным. Следующий вопрос, который мне задают. Имеют ли линзы срок годности? Конечно, линзы имеют срок годности, но в упаковке написано, до какого они года. В основном это в среднем где-то 2-3 года, возможно, 4 года срок годности. Это все зависит от раствора линз, в который они помещены. Я, к сожалению, не сталкивалась, может быть, и к счастью, с таким, что одевала линзы уже с истекшим сроком годности, поэтому я вам не могу сказать, опасны ли они будут или нет, и что с ними происходит к концу срока годности. Потому что, в принципе, вот сейчас, которые линзы покупаются, они до 2016-2017 года. Итак, следующий вопрос, который мне очень часто тоже задают. Имеет ли срок годности раствор? Да, конечно, он тоже имеет срок годности. Не дольше 5 месяцев используется один открытый флакон, потому что все-таки туда тоже поступают некие микроорганизмы, всякие инфекции, в общем. И такой раствор, который используется, он уже не стерильный. Конечно, в закрытом виде хранить его можно достаточно долго, но я не думаю, что вы будете хранить его лет 10, уж за 2 года вы всяко его используете, так что, в принципе, проще уже новые купить там через пару лет. Они не так дорого стоят. Следующий вопрос. Так. Если линза долго в растворе, что с этим делать? Ну, я еще раз повторю. Значит, если у вас линза находится долгое время вот в растворе, вот в таком футляре, например, у меня самое долгое время хранилось, она неделю где-то, вы должны ее вытащить, вот уже по истечению этого срока, например, через неделю она вам понадобилась. Вы должны линзу вытащить. И обязательно снова промыть раствором. Это делается для того, чтобы очистить линзу от всяких микроорганизмов, которые уже размножались в этом растворе, и, в общем, обезопасить себя от каких-то потенциальных инфекций. Раствора при этом не жалейте. Капайте столько, сколько нужно, не по одной капле. А вы можете промыть как под хорошим количеством раствора. На самом деле, если у вас линзы хранятся дольше, чем одна неделя, я советую вам все-таки раз в несколько дней вставать и чистить. Это не займет много времени, зато линзы останутся достаточно чистыми долгое время в растворе, и потом вы можете одеть уже чистые линзы. И последний вопрос. Чем заменить раствор для мягких контактных линз? То есть, чем заменяете вы вот этот раствор? Интересный вопрос. Я с этим не сталкивалась, что когда у меня заканчивался раствор, у меня не было возможности купить его нигде, потому что все-таки этот раствор имеет свою специфику. Он специально сделан для мягких контактных линз. Я, если честно, не знаю, чем заменить раствор, но в интернете я нашла несколько способов. Опять же, вы тоже можете найти эти способы, но я вас предупреждаю, что тем раствором, который можно сделать в домашних условиях, ни в коем случае не пользуйтесь долгое время. Это на самом деле тот раствор, который можно сделать в домашних условиях, это некая скорая помощь для ваших пластиков. То есть лучше так, чем, например, под проточной водой, потому что все-таки глазики реагируют, и для них лучше использовать специальный раствор. Поэтому я такими вещами вам не рекомендую заниматься. Если же вы планируете куда-то поехать, и вы знаете, что у вас не будет с собой раствора, ну и тем более это такая большая баночка, вы можете, конечно, поменьше купить флакончик, но все-таки носить его с собой постоянно, может он и кончится, я советую вам все-таки приобрести вот такие дорожные наборы. Это такая коробочка, которая содержит зеркальце, тут есть, дальше тут есть два футляра для жидкости, для раствора, дальше тут есть пинцет, которым вы можете брать линзы, если у вас грязные пальцы. И футляр для линз непосредственно. Вот такие наборы выручают на короткие поездки. Стоят они копейки, где-то рублей 100-120, может быть, 150. Зато это очень полезная вещь, и вас всегда выручит. Если же вы знаете, что вы поедете в такую страну, что сомневаетесь, есть ли там раствор, продается ли он вообще продается, вообще знают ли люди о том, что существуют контактные линзы, существуют растворы, ну, например, такие страны, например, как Индия, Индонезия, Шри-Ланка и вот всякие такие азиатские страны, возможно, некоторые европейские, то я вам советую приобрести на этот случай очки. Да, конечно, это не очень удобно, зато, ну, тут выход один, либо очки, либо линзы длительного срока ношения, то есть один месяц, три месяца или полгода, ну, какие существуют, какие вам подходят. Главное выбрать, конечно, по параметрам, какие вам подходят, по кислородопроницаемости обязательно, если вы в жаркой стране, то будьте уверены, что дискомфорт в глазике обеспечен, если у вас не будет дополнительного увлажнения. Все эти нюансы нужно учесть, и если, например, вы не видите выхода, брать с собой линзы, одевать их в эту поездку, то лучше я вам советую купить очки тогда, в этом случае, на случай вот таких поездок длительных, где нету вариантов с линзами. Вот, в принципе, на все вопросы такие популярные я ответила. Если у вас еще есть вопросы, задавайте, я буду очень рада на них отвечать, и вы можете задать вопросы к этому видео внизу, можете перейти на мою страничку ВКонтакте мне, там задавать вопросы и общаться со мной. В общем, найдите тот способ, который вам удобен. С вами была Лада, и надеюсь, это видео оказало для вас полезным. Если да, то ставьте лайки, и мы увидимся с вами очень скоро. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok